Уичард, Джимми Уичард, ты говоришь Бобби, чтобы он слушался Джимми Уичарда? Он в моём стрелковом клубе был. Говорят, у него мозги поджарились, когда он пялился на солнце. Понятное дело, он и до этого вряд ли был сильно умный. Это типа как-то тема про курицу и яйцо. В морге отдохнул, сэр. Слыхал, Бобби? Вот это правильный подход. Нам так мистер Уичард говорит. Это мой босс. Может, когда-нибудь и ты дорастёшь до такой работы. А почему бы не сегодня? Мистер Уичард, я хотел узнать, нет ли у вас вакансии для моего сына Бобби? Если работаешь на Джимми, придётся пахать. Людям жарко и хочется пить. Им нужно холодное и мокрое. Ты работаешь, ты зарабатываешь деньги. Но придётся попахать, потому что если хочешь работать на Джимми, придётся работать именно так. Ну, если я вас правильно понял, у вас мой пацан узнает цену деньгам. Если работаешь на Джимми, придётся попахать. Ты зарабатываешь деньги. Людям жарко и хочется пить. Эй ты, хот-дог хочешь? Конечно. Окей. 4,50 за большой хот-дог, 20 за разворованный поднос напитков и 28, что ты мне был должен. И теперь ты мне должен? Ну да, ты мне должен 52,50, Томми. Я не Томми, я Буби. Ты что, пошутить решил? Ты же поднос 27, видишь? 27, Томми. Вперёд, продавай газировку, Томми. Мистер Уитчард. О, а? Мистер Уитчард, мне кажется, мне уже можно уходить. Окей. Ты мне был должен 68 долларов за подносы и отдал 72 доллара. Но ещё ты был должен 40. И всего получается, ты мне должен 88 тысяч, 80, 808 сотен долларов и 88 центов. Третий поднос, всё, мистер Уитчард. Я выкладываюсь на 110%. Знаете, должен признать, сначала я не думал, что вы лучший босс. Я босс. Я знаю, знаю. Папа мне всё объяснил. И я буду таким работником, какого у вас ещё не было. Ты работаешь на меня. Это вы точно подметили. Сегодня вы увидите совершенно нового Томми. Ха. Как смотришь на то, чтобы побыть моим мальчиком на побегушках? Как раз по мне. Окей. Сначала сбегай в мужской туалет и подотри там мочу. Потом сбегай за сигаретами ко мне в машину. А потом беги сюда. Легко. Хорошенько топчи, Томми. Давай. Ещё топчи. Топчи, да. Хорошо, я сказал. Бутылок не бойся. Они прикольно лопаются. Давай, лопай хорошенько. Дави. Нет? Нельзя говорить боссу нет. А босс, это я. Видишь? Так что надевай давай хот-дог, слышь ты, ни за что. Сам надевай. Я надену хот-дог, мистер Ричард. А почему ты всё время хочешь делать то, чего никто не хочет делать? Потому что мой подход такой. Я это смогу, босс. Мой папа говорит, нет предела тому, что может сделать человек с подходом. Я это могу. Может, когда-нибудь я даже буду на вашем месте. Ты что, на моё место метишь? Да, сэр. Ты чё решил, ты крутой? Ты костюм одел. Бегом костюм одел. О. Хе-хе, на рядом много. И жарко. Люди хотят пить. Я знаю. Думаешь, я что, не знаю? Людям жарко и хочется пить. Им нужно что-нибудь холодное и мокрое. Что это? Не реши, сай. 53 банки по 5 центов за штуку. Ты должен... Э, 2,65. Сэр, здесь только 50 банок. 53. Этот бродяга взял 3 из моей кучи и нашёл их в томстой остановке. Это мои банки. Я их сам расплющил. Сам. Ногами. Врёшь? Это помойная креса врёт. Кто даёт банки, тот получает деньги. Бери. Вы клятые, мне нужны деньги. Поддай. У меня отобрали дом. Приходится жить у ветеранов. Я разорён. Разорён? 61. 62. 63. Побирайся, это мои банки. Эй, ворюга, медленно считаешь. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Я хочу рассказать вам о том, о том, как вы можете добиться неслыханного успеха в жизни благодаря одним своим мозгам. Итак. Вам известно, как выгодно носить звание доктора наук. Говорят, им кредит дают подчестное слово. Но! Эту престижную учёную степень можно получить и дома, с помощью сверхинтенсивного, только для гениев, курса. Вы должны быть гением. Да. Да, да. Да. Я хочу стать доктором наук, но 999 долларов – очень крупная сумма. Э, Джимми. На гонках работаю. Там машины гоняют. Доктор Джимми никто бы не назвал дураком. Доктор Джимми звучит внушительно. Я первый придумал. Я знаю, я... Верни идею. Идею верни. Прошу прощения, генией. Позвольте украсть миссис Хиллу на одну минутку. Эм... Доктор Вайсоза, признаться, я несколько удивлена присутствием Джимми Учарта. Я хорошо знаю этого человека и его работу, и я... Погей, Погей. Если вы бросите перед ним горсть зубочисток, вы поймёте, почему наш институт возлагает на Джимми Учарта такие надежды. Однако, он не идёт ни в какое сравнение с вами, Погеи. Как выяснилось, их тесты не проверяли ничего, кроме нашей доверчивости. Но мы их сдали. Да, сдали, я тоже его сдала. Господа, я постараюсь объяснить ситуацию иначе. Иногда мы попадаем под власть иллюзии. Вам кажется, что я оторвала себе палец. Она оторвала себе палец. Врача! Я врач. Нет. Вайсозе солгал и забрал наши деньги. Что же нам делать? Мы вернём свои деньги, обманув афериста. И вот как мы это сделаем. Вайсозе уже знает, что Джимми обслуживает гонки. Но он ещё не знает, что ими заправляют бандиты, у которых всё схвачено. И Джимми заранее знает, кто победит. Секундочку, у нас договорников не бывает. Я же сказала, это афера, Джимми. Я скажу Вайсозе, что в вашем отеле принимают нелегальные ставки, что там играют все большие шишки Арлина. Джимми позвонит мне с гонок и назовёт имена будущих победителей. Я сделаю ставку, так объявят результаты, и я выиграю. Мы убедим Вайсозу, что дело верное, дав ему выиграть два раза. Мы снова отдадим ему свои деньги? Всего по тысячи сноса, чтобы завоевать его доверие. Тогда его обуяет природная жадность, и он сделает огромную ставку. Но в последнем заезде мы сделаем так, что он проиграет всё. Кто готов? Мы его покажем, так покажем. Да! Нам нужна наживка. Вносите по тысяче долларов. Вайсоза уже нагрел нас на восемь тысяч. Если я лишусь этого, меня похоронят в море. Даю вам слово, что вас закопают. Это всех касается! Джимми? Я звоню прямо с трассы. Я знаю, кто победит. Скотт Йенси! Ясно. Скотт Йенси. Хавьер Мартинес. Хавьер Мартинес. Что ж, почему бы не сыграть по-крупному? Я ставлю шесть тысяч, и два к одному. Хавьер Мартинес, безумец из Вако, оставляет всех далеко позади. Ну как? Он не сделал ставки. Что ж нам теперь делать, Пегги? Он забрал все наши деньги. Пегги? Бобби мне всё рассказал. Да и гонить мои денежки. Разумеется, мы должны услышать голос ещё одного прекрасного аутсайдера. Это единственный художник, который может сравниться с Пегги Хилл. Джимми Уитчарт. Привет, Пегги! Теперь всё ясно. Пегги, ты вдохновляешь всех сумасшедших придурков. Привет, вы их тоже делаете? Я делаю. Не копируйте их. Их надо трясти. Эффекта нет, если их не трясти. Прекрасная выставка, Джимми. Ты станешь богатым. А где вещи, которые я сделал? Твои вещи, Джимми, они проданы. Вы их продали. Отдайте. Верните. Нет. Их уже нет. Ты получил деньги. Из денег новые вещи не сделаешь. Дайте мне банки. Хочу банки. Новенькие. Значит, ты хочешь не деньги, а банки? Да. Ты босс, Джимми? Я босс. Зри сильнее, Джимми. Э, какашечник. И он убирает какашки. О, нет. Джимми Уичард? Что за дела? Он один из быдланов. Быдланов? Увы, да. Им нравится бить тех, кто занимается тем же, чем и я. И они только одни из многих. А я думал, этим бизнесом кроме тебя никто не занимается. Так и есть. Поэтому я и огребаюсь завидной регулярностью. Начать бить уже? Угу. 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 Окей, надо бить. Вали, какашечника! Бобби, позвони Саре. Скажи, что меня опять бьют. Пощадите! Вали! Давай! О, Господи! Разрази меня гром! А ну лезь обрядно, ты! Пи-ар-квадрат. Сколько там число пи? Точно. 90 тысяч 210. Тупой идиот! Ты только что всем ответ разболтал! Мой ответ! Значит, вы съели этикетку с предупреждением и подавились? Да. И теперь хочу отсудить у кого-нибудь кучу денег. Ты начальник, Джимми. Я начальник. Я не хочу маленькую комнату, я хочу большую, твою! Ладно, когда ты сможешь... Нет, я передумал, я хочу обе комнаты, чтобы перед домом табличка была. Это дом Джимми! Джимми Таус! Меня все устраивает. Билл? Пить охота. Нужна газировка. Э! Э, ты! Томми! Газировки хочу! Да, мистер Уичард. Не так! Перебеги! Машины! А ну не перерекаться с боссом, а? Ты что, шоссе ни разу не перебегал? Беги, когда машин нету! Они слишком быстро едут! Бегом, кому сказано, мартышка! Сюда беги, мальчик на побегушках! Газировки хочу! А ну бегом побежал, слышь? Не достанешь! Бегом побежал! 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 Продолжение следует...